Когда поняли, что мы будем снимать в таком стиле, а поняли мы это, когда приехали в Якутию первый раз, и столкнулись с тем, что, в общем, это люди очень закрытые и живущие в каком-то своем очень интересном мире. И каждый новый человек, который приходит туда, это все-таки чужак. И для того, чтобы снять полноценное документальное кино, которое я снимала до этого, нужно было прожить там год, может быть, с ними, чтобы они меня приняли как свою. Поэтому, как учил Владимир Иванович Хатиненко на высших режиссерских курсах, все, что не случается для фильма, случается к лучшему. И все обстоятельства, которые возникают, нужно обращать в пользу фильма. Если у тебя заболел актер, значит, возьми нового, он будет еще лучше. Если этот объект не подтвердился, значит, возьми другой объект. Это как раз тот объект, который нужен тебе для фильма. Вот так. Это, кстати, попав в эту ситуацию, когда мы приехали второй раз. А первый раз мы приезжали и сняли небольшой кусочек, вот когда мы видели, когда Леша выступал в костюме Кончиты Бурм в этом... Бюрст! 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 Да, в ночном клубе города Якутска. И очень испугал местное население. Потому что они такого не видели. И не могли себе представить, что так может быть. У них там, допустим, вот в ночном клубе, когда они предложили выступить, это там притягивание каната, там... Или там вот три напитка. Нужно с закрытыми глазами определить, что за напиток. А тут Леша в костюме, в таком необычном. Короче говоря, когда мы приехали второй раз, они отказались у нас все сниматься. Они сказали, что это фильм про меньшинство. Причем, что он был там... Ну, в клипе тоже я поставила этот кусочек. И сказали, что это что-то неподвенное. Мы как бы не готовы принимать в этом участие. У нас очень целомудренное. Вот. И я поняла, что обстоятельства складываются таким образом, что я должна снимать фильм так, как он занимается. Ну, так, как и происходит. И, в принципе, вот этот путь, который проходит Леша, проходила и вся наша группа. Ну, может, у тебя есть что-нибудь добавить? Интересно. Держу, поинтереснее, чем я... Честно говоря, когда мы выступаем после фильма с Лешей, все говорят, слушайте, так здорово вы рассказываете. Как раз, интересно, чем фильм посмотреть. Да? Это случай, когда надо в программу писать. Да. В либретту можно было. Но если говорить о том, как это все происходило, чему результатом был, собственно, фильм, ну, и как в фильме, все неточности или какие-то шероховатости или просто непонятности, они по-многому были связаны с тем, что все это приходилось моментально на коленке там, вот, менять, решать. Естественно, сценария, как у документального фильма, обычный пункт нет, ну, это же не нет, не расписано порядок. Ну, было не от сцены. Ну, нет, ну, был, да. Ну, она какая-то называется, а рыбка, не рыбка. Ну, схема. Сцены за сценой за сценой, а локации, там, все это на месте решалось. И что скажет, собственно, человек, ну, и это тоже, нельзя, тем более, не от актера просить, чтобы скажи нам то. И потом это будет тогда недокументальный фильм. И, ну, они говорили не всегда то, что мы ожидали. Часто вообще всегда не то. И когда им просили, нам для сценария надо, чтобы вы это сказали, я не буду, я уже сказал. И я вообще не хочу сниматься, там. Ну, много было разных вещей, которые даже не нужно оценивать с точки зрения кино, потому что это, я вот, мы этот фильм, как сказать, повозили по разным фестивалям, по разным городам, и весь, и в России, и заубежья. И у меня как бы сложилось такое к нему, скажем так, не то что отношение, отношение у меня к нему свое личное есть, но как его надо воспринимать. Я думаю, это отчасти как магический реализм. Если помните такой был жанр в Латинской Америке, когда они там писали, вроде бы, это и как в жизни, но это абсолютно все выдумано. Отчасти, может, это продиктовано какими-то традициями местного колорита, где-то у них тоже есть шаманы, в Латинской Америке, вы знаете, там, и хуаска, и йод и прочее. Многое можно объяснить тем, что это, ну, так вот, так. Ну, это как бы, не надо относиться к этому, как вы, глядя лица и гринго, привыкли относиться к материалам, документам, художественным высказываниям. Это какой-то путь. Мы, очутившись там, оказались в некой, ну, внутри ситуации, даже не ситуации, это одно измерение, что это ситуация, приехали люди, прилетели за 6 тысяч километров снимать одно кино, а у них стало получаться другое. Дело даже не только в этом. Дело в том, что это абсолютно другая, практически как мы на Марс перетели, были еще, когда мы встретили с старшими жителями. Хоть это 6 тысяч километров, это не так, что мы недалеко. Да? У меня плохо слышно, ну, извините, да. А с другой стороны, это на самом деле очень далеко, потому что там, правда, другие люди. Вот, но я извиняюсь, у меня сегодня есть некий артефакт в подтверждении этого, абсолютно случайно, вот, журнал «Огонек» сегодняшний выпуск. Он еще выходит, вы знаете, да. Да, да, он выходит, будет. В печатном виде, да. Тут есть несколько разворотов, посвящено в этом журнале, я случайно его так взял, полистать, потому что он бесплатный был, в кафе, теперь его раздают. И несколько разворотов посвящено вот такое, кино на своем месте. «Огонек» побывал за пулисами удивительного российского арт-феномена, или феномена, якутское кино». Дальше вот это вот все посвящено якутскому кино, вы можете посмотреть, потом или там купить этот журнал. Забавно, что то, о чем мы снимали, о чем нас часто спрашивали и до съемок фильма, и во время, и после, а зачем мы снимаем, почему в Якутию, может же было поближе. А мы говорим, там есть феномен, там есть такой, они снимают кино, ну мало ли где снимают кино. Но вы не понимаете, они снимают кино, вопреки всему, у них там на это ни денег, ни каких-то традиций культурных, как будто кино. Если вы помните, в каждой советской республике была своя киностудия. В Душанбе была киностудия, я же не говорю про Ялтинское, ну и так далее, Одесское и прочее. У нас много было этого всего, оно сейчас, может, и не работает, но оно было. А там не было никогда, там была только тундра. И город Якути, в котором живет 300 тысяч населения, а на всей территории Якутии, чтобы вы понимали, живет меньше миллиона, там 900 тысяч. А территория, это вмещает в себя 5 франций, они этим гордятся. Огромнейшая территория. Да, это не то, чтобы повод для гордости, что совсем других у них поводов нет. Там есть бриллианты, там есть строганина и много чего-то интересного, но там есть еще кино. Вдруг, а в соседних, например, вот я не слышал про кинобум или какой-то феномен кино, например, в соседней Тюве, там, или в соседней Иркутской области, ну, условно говоря, на этих гигантских сибирских просторах. Там смысл в том, что они снимают кино, это кино идет в кинотеатрах, оно пользуется, люди покупают билеты, оно пользуется спросом, и потом на эти деньги, на вырученные билеты, они снимают новые фильмы, и эта система у них работает. Так как, допустим, в Бурятии, там, в Чечне тоже снимаются фильмы, но их никто, они не востребовали, все равно им интересно там, что в Москве происходит. А этим они интересны сами себе. И вот это очень возбуждает. У нас есть вопросы в зале? Добрый вечер. У меня не совсем вопросы, комментарии. Он больше будет относиться к организаторам кинолибра. Когда случилась техническая заминка, я просто случайно в этот момент проходила по залу, и я услышала какой-то один такой комментарий, а что это за шарашкина контора? И мне стало так обидно, потому что я знакома с организаторами кинолибра. Я знаю, какая это семья, я знаю, сколько они вкладывают в это сил, энергии, интеллекта, времени, желания и безусловно денег. И мне прям вот было ножом по сердцу слышать вот такой комментарий. Он звучал жестче, с ненормативной лексикой, но я не буду ее повторять. Это про наш фильм, я надеюсь. Про наш фильм можно ненормативную лексику, но только как бы вот в исполнении Кущина. Это зрительское... Это зачем сейчас вы сейчас говорите? Зачем? Я очень хочу поддержать организаторов кинолибра за техническую заминку. Давайте вы их, Жанин, они молодцы. Да, они молодцы. Яна, и я тут условно... То, что происходит за кулисами в зале, не всегда нужно выносить на это самое. Вы знаете, я только кинч-клопу никогда не спорю. Если зайдешь за кулисы в театре, я вот 30 лет работаю в театре и в кино, и если ты послушаешь, что происходит за кулисами, ты никогда этот спектакль смотреть не будешь. Это наша лавочка, вы туда даже не сутите. Если бы мы снимали фильмы... А если вы не против, я хотела бы выразить вам почтение за то, что мы сегодня увидели, за ваш фильм, за ваш талант, за ваш гений. Спасибо вам огромное. Я смеялась от души. Я смеялась. Я видела. И вам спасибо, что какие-то вещи вы... Я просто видела вашу реакцию, и вы смеялись в всех местах, допустим, в которых и я смею. Как, в которых вы предполагали. Ну, все, все, сестра. Я смею. Благодарю вам. Спасибо. Вопросы есть еще? Я обиду. Добрый вечер. Спасибо большое. Шикарная картинка. Первый раз на такое мероприятие. У меня два вопроса. Вот люди со своими психотипами, своими устоями жизни, якутские граждане, которые в том числе в этой... Утки. Да, да, тихая утка. Да, частично там отпали, не стали сниматься, вот отпали эти люди. Я потом заметила, что много появилось таких как бы российских лиц в этой массовке. Вот они каким образом там появились? Они транспортировались самолетом. Вот как вы привлекли этих людей? То есть там реально было... В первом, а с первым, а с первым, а с первым, много, ну, скажем так, с определенным разрезом глаз людей, якутских, а потом разбавились они российскими. Это что за участники? Это ваша съемочная группа? Где вы взяли этих людей, скажем так? Как вы их туда транспортировали? Как вы привлекли? И второй вопрос. Мужчина, который был, скажем так, конечным путеводителем вас как актера и наибольшее количество времени показывал горы, красоты. Он вот на каких началах добровольно, принудительно, с радостью ли он воспринял участие в этом фильме? Там, насколько это оплачиваемо, не оплачиваемо? Насколько он, скажем так, подошел? Как вы его нашли? Ну, вот такие вопросы. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, Рая. Спасибо огромное. По поводу первого вопроса, или... Там вопрос, по поводу лиц. Никаких-либо мы специальных привезли. Во-первых, республика Саха-Якутия, это не мононациональное государство. Там действительно есть люди из лавянской, условно, европейской внешности. Это правда. И они там были, просто люди с якутскими, с куласскими лицами. Они бросаются в глаза сначала больше, а потом были. Но при этом с нами действительно прилетело несколько представителей этой самой фирмы Canon, или какой? Никон? Canon. Canon, да. Canon, которые... Прости, я просто забыл. Которые тестировали вместе с нами, они использовали компанию Canon, новую какую-то камеру, новую разработку, которая способна выдерживать экстремальные низкие температуры. Мы же снимали при температуре минус 45. Да, да, да. Это оттепель, как я сейчас сказал. 4 часа. И вот они, значит, прилетели, чтобы протестировать камеру и лично проверить, и чтобы в головной офис компании Canon сказать, работает. Потому что, как вы знаете, на холоде вот iPhone, ваш любой смартфон очень быстро разряжается, за счет того, что батарея литьевая или какая, она не выдерживает этих температур. И они как-то эту, ну, в общем, какая-то новая технология, чтобы она держала. Мы снимали вот эти проезды на велосипеде по реке Лена, по гигантскому этому руслу, прямо на открытом воздухе, и возможности менять аккумуляторы и греться у нас не было. И вот она работала, эта камера, а люди эти снимались. В смысле, смотрели. А потом они пришли в эту дикую утку просто выпить, припухнуть, так как и все. Вот. И, естественно, попали в кадр. Некоторые из них, но не только они были представители европейских рас. Это первый. Я надеюсь, что это понятно. А можно я первый дополню? Да, да, да. Ребята, вы даже себе не представляете, какие люди там живут. Там живут, например, вот как вы говорите, европейского вида люди, ну, как бы русские, да? Да, да. Которые говорят только на якутском языке, там есть деревни. Они не знают русский язык. Они родились в Якутии, они по национальности как бы русские, но они говорят только на якутском. Более того, они говорят о каком-то таком наречии, которое якуты сами не понимают, о том древнем. Это потомки какого-то казачьего рода, того самого некой отдельной ветви, вот этого казака, который, собственно, на которую я, типа, был приглашен сыграть, вот этого первопроходца. Который дал там свою какую-то ветвь казачью, и она там осталась, но в силу отрезанности территориальной и так далее от метрополии, они стали якутами и говорили на том, те лекции, о котором якуты, они сами якуты даже боятся, они говорят, они говорят на таком языке чистом якутском, которого мы сами не знаем, он уже разбавлен всякими англицизмами и так далее. А эти староверы, молящиеся, я имею в виду, они христиане, но именно староверы, какая-то ветвь, которая там нашла свое пристанище от гонений царского, вы знаете, и вот они вот так вот там живут, говорят в якутске. Я не знаю, как они служат православные, но они говорят только на якутском языке, и якуты к ним туда даже не суются, потому что это какая-то отдельная ветвь. А что касается второго вашего вопроса, что был за человек по имени Прокопия Романовича Наговицына? Это такой местный, ну условно говоря, я его так себе представил, как это, Турсу Гузала, такой, как сказать, следобыт, охотник, рассказчик. Насколько я знаю, не шаман в том привычном виде этого, но он педагог, но такой народный, он нигде не учился, он учит вот этих детей, как вот там показано в этом фильме, снимать кино. Ведь это тут продемонстрировано, я не знаю, насколько это в фильме понятно, потому что, поверьте на слово, там кино для них действительно, как завещал Владимир Ильич, важнейший из искусств, потому что театр увезти туда в дальние улусы, так называются территориальные эти единицы, то есть деревни, в которых можно зимой только по зимнему добраться, а летом только на вертолете, потому что Лена в заболоченных частях разливается так, что туда никак не добраться. И туда прилетает вертолет, который привозит туда, как это называется, кинопутку, вешают пустыню, вставят кинопроектор, и это единственное для них соединение с культурой. Не знаю, там, ловят ли там 3G, могут ли они смотреть там подкасты у Нетфликса, но, насколько я понимаю, не очень. И вот для них вот то, что им привезли, то они и смотрят. Но им очень важно, и это такой момент особенный, что они говорят, ну, вы же, а зачем вот кино, а вот вы снимаете. У них же самый популярный жанр из того кино, которое они делают. Это комедия и ужасы. Ужасы объяснить чуть-чуть проще, потому что они верят в воскрешение предков, живых мертвецов. Для них духи являются не какой-то мистической историей, а то, чем они и живут. Все их предки, их можно встретить, духа леса, духа реки. Они к этому, это люди современные, которые едут в современных машинах, у которых дома облеплены параболическими антеннами, которые учились в Москве, в Санкт-Петербурге и в других, там, не знаю, в Лос-Анджелесе, которые там живут и работают операторами. Вот частная шлемочная группа, невероятно современные люди, которые сделают честь любому кинопроекту, это правда. Вот наш оператор, например. А при этом они, как только мы выезжаем за территорию Якутска и въезжаем уже в эти landscape, вот эти вот поля, они останавливаются и что-то там раскладывают на ягере этого. А что это такое? Это, ну, в этом и духу в форме, оладушки. Вот эти оладушки, это современные люди. Да, с оладушками довольно же история. Они, допустим, звонят мне, как накануне съемок, у меня была группа, четыре человека из Москвы, а остальные все якуты. И вот звонят и говорят, Аня, давай привези оладий. Я говорю, чего? Оладий, привези оладий. Я говорю, в смысле? Ну, оладий ты печешь, испеки оладий, привези из Москвы. Ну, хорошо, привезла. И вот оказывается, когда ты начинаешь какое-то дело, то по обычаю, для того, чтобы это дело имело успех и чтобы оно хорошо прошло, нужно определенным образом покормить землю, разложить оладушки, покормить реку. И это они делают, как бы, это не то, что там какие-то люди из деревень, это на уровне главы республики, Ну, да-да, современные люди, да. Мы были у главы республики, рассказывали ему о нашем проекте, он очень многим нам помог, даже подарил мне бриллиант большой, но это отдельная история. Но он, первое, что он спросил, вы оладий разложили? Оладий разложили? Да, хорошо. Это как люди, вот, но приезжают на дорогой машине, и при этом у них все, весь, вся торпеда в иконках, и они, ну, крестятся при виде любой церкви. Вот у них также оладушки. И в багажнике автомобиля лежит ружье. А ружье зачем? Ну, типа, опасно? Нет, ведь сейчас просто сезон охоты, мы все равно едем на всех туда. Глядишь, и улы постреляем. Это для них равнополагаемые вещи. И на процесс, ну, если все равно, что мы возле Лены, и утки будут, мы постреляем, пока будет, ну, стоп, по-другому. И для них это вещи абсолютно равные. И еще у нас есть вопросы, давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Макарита. Прежде всего, спасибо вам большое за картину. Очень приятно. Это очень стихно. У меня такие вопросы. Скажите, пожалуйста, а в чем символика встречи главного героя с девочкой икунской? Вот в начале кадра было. Просто несколько раз по этому. Мы от красивой стили. Не зарекались, да? Спасибо, что вы это заметили. Это первое его столкновение с Якутией. С реальной, вот в этой девочке. И потом она появляется там еще в течение фильма не один раз. А еще в рисунке, вы, может быть, ее не заметили. Это мистический момент. Ну, это такой мистический, как вот Леша говорит, магический реализм. Вот появление, эта девочка его ведет по всей Якутии. На самом деле, это была дочка одного из помощников оператора. И она очень хотела сниматься. Я придумала ей роль. Да. Вот, например, еще раз я говорю, по поводу этого Прокопия Романовича, которого я немножечко оставил, объясняя. Вот эпизод, который может объяснить какой-то человек. Вот, значит, мы договорились, что он у нас будет таким проводником, главного героя. Звоним, Аня, звоним. Прокопий Романович, мы за вами завтра заезжаем и, ну, на машине в вашу деревню, ой, и едем дальше. Он говорит, да, не, я не могу, я запил. Как запил? Прокопий Романович, у нас съемки, у нас на вас все построено. Не, не, я запил. Час от жены. Жена выгнула, я в сарае живу. Запил? Ну, какой запил? А когда вы обратно-то, у нас завтра съемки, в 6 утра мы едем на объект. Не, не, я где-то неделю так в среднем, может, больше чуть. Вы что, вы понимаете, что все, у нас и так все валится? Ну, я не знаю, он так после паузы говорит. Вообще-то у меня фотоаппарат сломался, Никон, хороший. Я тут видел в интернете модели, я тут хорошие. Я же тоже кино снимаю сам для себя. Вот. Ну, если купите мне, ладно, я-то это, выйду из запоев. И нам, ну, да, это такой шантаж, можно сказать, да? Ну, он сильно, мы нашли этот фотоаппарат, где деньги в модели, не знаю, как купили, вот такой. Ладно, будут, все, завтра с утра будут, как 4 утра. И такой человек. И как бы, но при этом, при этом, с одной стороны, можно предположить, что такой ненадежный и все такое, но он, собственно, и был историей. Он давал историю, он знакомился с этими людьми, детьми. И его уважение, уважение к нему в среде, вот, в разных самых местах, все эти якутские современные кинорежиссеры, которые вот получают какие-то, значит, золотые глобусы в Толивуде и прочее, они все вот с такого возраста его ученики, вот так вот люди. Так что это очень абивалентно. Это нельзя воспринимать так вот плохой, хороший. Это просто такой человек. Это надо принять, как вот сказал наш карьер. И сказал, что, во-первых, он кинорежиссер. Это же кино, здесь же снимались все кинорежиссеры местные, якутские. Он кинорежиссер. Он мне говорит, а что вы делать будете, когда фильм снимите? По фестивалям поедете? Я говорю, ну да, может быть, если позовут. А я вот был, тоже мой фильм сейчас на Берлинском кинофестивале показывали. Я говорю, да, он прямо в этом Аймаксе. Я говорю, да, правда. Да, и действительно правда, потому что на Берлинале в этом году, вот когда мы снимали, в 2017-м, там была специальная программа Nations, и отобрали пять якутских картин. Как тихо стало хорошо. Да, ребят, давайте, пожалуйста, будем уважать режиссеров, актеров и так далее. Друзья, пожалуйста, да. Мы смотрим кино и общаемся с… Да, отдыхать будем постно у нас сегодня, может, до ночи, хоть до двух, до трех ночи, не важно. Пожалуйста, давайте уважать, это правильно. Мы же так всегда делали, мы же кинолимы, друзья. Спасибо. Мы надо уважать, мы просим интересы, мы уйдем сейчас. Не надо выходить. У нас есть люди в зале, интересующиеся. Которые хотят о чем-то спросить. Здравствуйте. Меня зовут Тарина. Вопрос такой. Вопрос такой. Насколько вам сложно адаптироваться вот к этому климату достаточно сирологу? Это первый вопрос. И второй вопрос. Интересовали ли местные жители, как вот выживаете в Москве, о жизни, да, по каких-то там особенностях? Ну, такого характера вопрос задавали местные жители. И еще вопрос по поводу поселка Рой. То есть, действительно ли это такое название существует в реале? Или это просто так, как у вас есть? Спасибо. Не вывысил. Так называется поселок. Причем ой, это не ой в воздух, да, по-русски, а это такие пятна. Он объяснил. Вот, говорит, видишь там корова в пятнах? Вот это ой. Или вот сейчас солнце светит на тебя, вот такие на меня были, алиповато. Вот это ой тоже. А у меня куртка такая фрунфляжная. Я говорю, так у меня куртка ой. Да, у тебя куртка ой. Вот это ой, это какие-то пятна. То есть, если бы мы поначали, было такое вот поселок, то назовем пятно. Или, не знаю, пятнее бы. Ну, вот как-то так. Да. Какое первое, первое, что вы спросили? А, про температуру. К холоду. Ну, я первый раз узнала, что такое минус 45 и 4 часа в лесу при температуре минус 45 градусов Цельсия. Я узнала, например, что есть носки на батарейках. Есть свитер на батарейках. И вообще есть очень много... Они, например... Я порадовалась, что я взяла оператора Семена Манатова, который учился здесь в Москве, у Агановича в Афгике, но вырос и живет в Якутии, и снимает по всему миру. Это один из лучших российских операторов. Может быть, вы заметили. И вот, например, у него никогда не тушился телефон. Ты выходишь, вот так достаешь телефон при минус 45, и он сразу умирает. А у Семена всегда работает. Это шаманство, да? Нет, не шаманство. Оказывается, люди, они умеют приспосабливаться, которые выросли, должен телефон держать рядом с телом. То есть там три курточки на теле надежда и шуба. И вот телефон должен быть где-то, где тело. И ты там достаешь его, раз, посмотрел, и опять к телу. И он от тела шубится. Через паралеку в кармане, да? Ну да. Или, допустим, я была там, мы из этого ночного клуба, из этой дикой утки, выходили, и там две двери вот такие. И я беру за первую ручку со стороны помещения, и у меня рука, на руке прирастает она к этой, к железной ручке. И, ну, это просто, не берись на ручку, ты что? Так нельзя у нас. Вот когда минус 50, там, или минус 45, то с любой стороны, где вы думаете, я уже не говорила о сэписах, но даже со стороны помещения пол руки остается на ручке. Ну, они просто знают это и это самое. Хотя я видела там людей без пальчиков, там, там, иногда они, это же не чувствуется, когда отмораживается, там, нос, допустим, или ухо. Ничего не чувствуется. Просто потом приходишь, а оно там черное. Природа очень близко к ним подходит. Очень близко. И они знают, как с этой природой им с их надействием. Я там научилась уважать природу, потому что природа бывает очень жестокая к человеку. И они к природе относятся с огромным уважением. Никогда не просят бумажку или, там, я вообще не говорю об этом. Они относятся к природе, как к живому существу. Я там, как научилась это, прям почувствовала, что есть такая природа. Так что с природой там такие взаимоотношения, сурово. А по поводу, вы что-то еще спрашивали, что как-то там местные жившие спрашивали. Да им это Москва, если честно. Москва, ну, девушки. Что там Москва? Они же, по-моему, снимают кино, потому что, я вот объясню, по поводу фильмов ужасов. Это очень близко к ним. Ну, как бы свои ужасы. Потому что у них вся их, не знаю, мифология состоит из каких-то ужасных этих групп. Наверное. Которые могут показать, как-то плецы, ходят духи. А второе, это комедии. Потому что юмор, они, ну, он как бы не весь интернациональный. Они вот фильмы российские, которые показывают все эти елки, палки и так далее. Все эти там, эти. Ой, ну да, но у нас своё. И у них есть свой какой-то КВН. Это не какая-то известная команда, которая сейчас местная, локальная. И они, вот эти вот ребята весёлые, снимают комедии, которые понятны им. И эти комедии страссируются в этих кинотеатрах и собирают кассу. Потому что у них есть своё представление о том, что смешно, что не смешно. Поэтому они в этом смысле, вот как говорят, есть это митрополия, это вот, как это было, центробежная сила, вернее, наоборот, центростремительная в России, что всё через Москву. Вот они показывают, что они свой какой-то суверенный, ну, как бы, не знаю, как это, ядро тоже конденсации, и там им нужно своё. И не обязательно это. Они на фестивале какие-то, почему они их не знали, что-то в России? Потому что они не слали так свои фильмы. Они их пошли, скорее всего, раньше в Шанхай, в Сингапур. Потому что некая паназиатская такая история, от которой они чувствуют себя частью. А Москва для них это какой-то большой город, там, какой-то русский царь. Ну, что надо это? Они однажды пришли, завоевали нас, но, в общем-то, мы туда не стремимся. И поэтому что-то в Москве они вообще не спрашивают. Все машины у них японские, кварбалические тарелки тоже, методы съёмок кино тоже взяты там в Китае, либо в Голливуде. Единственное, что, если спросишь, а что у вас мандарины такие дорогие вообще, продукты такие дорогие в магазине, они так говорят, а потому что Москва, а потому что вы, всё к вам идёт. Можно, да? Вы знаете, мне очень понравились, как были сняты с цены молчания. На самом деле, это и самое сложное. Это немножко такая отсылка к Пелевину, то есть истинная, произнесённая уже не истинная. То есть мне настолько понравилось. И то, что вы говорили, вот это уважение к природе, сцена, когда вы пинаете банку, она настолько видна, что это такое, ну, я не знаю, послать или очень сильно вынизить, ну, ту землю, тот уплат какой-то. И то есть там не нужны были слова, это было очень ярко как-то проиллюстрировано. То есть в этой девственности, это же стенная банка, ну, прям очень сильно. И ещё, а вопрос такой, что у вас изменилось после как раз? То есть не там, а какое-то переосмысление. Было немножко какая-то чужеродность в Москве, возможно? То есть, когда вы приезжаете, ну, есть такое, когда из-за границы приезжаешь, идёшь, после Европы улыбаешься, как идиот, и тебе в ответ абсолютно непроницаемые лица. Что у вас было? То, что вы перестали принимать здесь? Спасибо. Да, спасибо вам за такой вопрос. Я не знаю, но вот есть ли то такое, что... Честно говоря, ну, приходилось отвечать, вот я, как уже говорил, на вопрос, а зачем вы туда поехали, а что такого там? Ну, понятно, ну, север. Ну, север есть и в европейской части России, и я там тоже бывал. Все мы там бываем тоже иногда по работе, ну, я имею в виду артисты. В Сургуте, там, в Ямал-Денинском округе, где тоже север, Оленин, всё это есть. Но туда, сильно, на Восток, всё-таки вот эта отдалённость от Москвы, что это у них час-два, там, туда лёд. Не три, а шесть, там, или больше, да. Там, ну, я не знаю, правда, есть ощущение такое, что ты прилетел, и там всё другое. И сюда возвращаешься, ну, снова тут Москва, и у нас в Фильме тоже Москва представлен, что вот есть Москва, есть там какие-то театры, есть какие-то люди, друзья, какая-то интернациональная среда, какие-то американцы и так далее. Вот. А там, как будто бы, какие-то сны о Москве. Там даже, ну, как бы, правда, по-другому это всё. Воздух другой состав, и сны какие-то другие сняться тебе. И, ну, вот, это сейчас вот хорошо в журнале напечатали, что есть и путь, как и нет. Большинство людей, они всё равно, ну, как бы, не знают, что в России, что Россия — это один из таких фактов статистических. Но он там, он кое-что значит, наверное, что наличие якутского кино и вот этого вот вала, который они снимают, да, это ведь десятки фильмов, которых мы не видим. Оно позволяет России, как государству, держаться в десятке крупнейших производителей, кинопроизводителей в мире. Потому что есть Голливуд, есть Болливуд, есть Нолливуд, да, в Нигерии тоже снимается кино на коленке, да. А есть ещё европейские разные страны, которые выдают на горах какие-то, но всё равно эти страницы по массовости с Голливудом, потому что тем более с Голливудом, с Ингей. Но в этой Якутии их «сахавуд», как они называют. Он снимает столько фильмов для себя же, которые, в принципе, в строгом, в сухом остатке являются вот российской кинопроизводителем. И в которые не вливаются федеральных денег. Ну, я знаю, в некоторых республиках, там, искусственно поддерживают, в республиках Российской Федерации, в субъектах поддерживают кинопроцесс, чтобы он был. Не везти я такое где, я не хочу просто говорить конкретно, но есть. связи, ну, как бы сказать, с этническими корнями, что там, например, «Женщины горят пиджабы». Те же сериалы, как в российском, только темы не лучше другие. Вот. А эти люди снимают сами для себя. Ни прося, ни копейки из бюджета, снимают бюджетом 2-3 тысячи долларов, какие-то смешные по московским меркам, фильмы, которые они сами и смотрят, и обсуждают. И они знают этих артистов, потому что эти артисты, этот работает буфетчиком, это парикмахерша, это вот с автозаправки, вот эти люди, и они знают, и они, я не знаю, вот этот таксист, который меня вот привез от аэропорта, который у вас в курсе, а много, много кино снимается. И он ведь тоже, он реальный таксист, но он и актер, который снимается в кино. Это очень близко, на самом деле, к Голливуду, в котором все старлетки, они в ресторане кофе разносят, но еще ходят на кассе, не снимаются в массовках, а некоторые из них потом становятся звездами. Ну, так. Я хотела еще, кстати, сказать, извините, что здесь не только мы с Лёшей присутствуем, тут еще член нашей съемочной группы, Светлана Ирюшенко, вот здесь не уходи. Светлана, это вообще наш добрый ангел. Во-первых, она художник-гримёр, которая помогала мне уже на нескольких проектах, и на этом тоже. Спасибо, Света, большое тебе. Давайте все поаплодируем. Светлана. А когда мы ехали в Якутию, она как раз-то и открыла мне, что есть такие стельки на батарейках, например, и снабдила меня этими стельками, потом я снабжала всех съемочную группу. И, в общем, очень многие секреты приспособления к Якутии. Давай. Анна, во-первых, огромное спасибо. Мне кажется, это может стать физикной карточкой просто всего макиментари русского кино. Однозначно. Вот у меня просто вопрос, Лёша, ты стал там героем все-таки или нет? Ну, было так, вы даже не сидели в какой-то деревне этой русской? Нет, ну, конечно, наверное, я не стал там быть известным артистом, потому что, я не знаю, наши фильмы показывали, а не так, или нет? Вы же просто рассекретили цивилизацию. Я очень бы хотела увидеть свое желание, которое у меня возникло. Я хочу этого героя под вашим авторством увидеть еще в какой-то другой местности. Я не знаю, что это будет, но я хочу еще продолжение. Послушайте, это гениально, потому что... Это великий эксперимент. Куда мы приехали? Куда... Вот мы были там, ладно, в Рио-де-Жанейро, в Тирасполе, например, и везде, во всех местах и странах, и континентах нам говорят, а приезжайте к нам, снимите продаж край, вот такое вот. Вот, поэтому, я, честно говоря, стала тоже сначала смеялась, а сейчас уже стала задумываться, может, Лешу дальше пустить там в разные страны? Пожалуйста. Я только знал. Знал пустить. Но, знаешь, все-таки мне вот что-то приятно, и я должен сказать, потому что это твоя идея. Я не знаю, может, тебе кто-то подсказал, что теперь это становится все-таки общим местом. Я все же говорю, понимаешь, это была известная информация нескольким людям в Москве, что в Якутии снимается кино. Потому что, отвечая на вопрос, почему туда поехали, приходилось произносить длинный монолог. Ребята, вы не представляете, там какой-то клондайк, они снимают фильмы. Да ладно, это фильм. И вот. А теперь, действительно, у нас же как? Если тебя заметили где-нибудь в Голливуде, вот это бум, если так уж говорить. Вообще, то, что мы туда поехали, мы на писяге, кинофестивалях, МНК, показали в ряду других десятков, может быть, сотен заявок в нашу короткую презентацию, сказали, да, да, интересно, и все. И прошел год, два. И потом, если бы не вот этот факт, что картина режиссера Костаса Марсана, местного, там, якульского режиссера, оказалась в шорт-листе премии «Золотой глобус» в Голливуде, о чем тут же не применули написать все российские СМИ, вдруг возникло, блин, что это, наверное, не замерить, не узнаем о том, что у нас в Якутии пинок. Вот пусть про это сняли. А есть же вы сценарий. Да, кстати, а вот же вы, а что вы там, а давайте снимите. Тут же выделили финансирование, тут же вы туда прилетели. Если бы этого не произошло, ну, понимаете, так как через америю. Нет пророка в своем Отечестве. Как только там заметилось, да, да, а мы всегда говорили, вот Никут и молодцы. Но так вот и не получилось. Так что... Ну, спросите. Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы здесь с подругой первый раз. Вечерия яркая, теплая, применилась 45 впечатление от вашей работы, от вашей картины и получаем впечатление от того, как мы вас слышим, как вы говорите, комментируете, рассказываете, отвечаете на вопросы. Невозможно оторваться от вас. Я, наверное, буду говорить тезисно. Первое. Спасибо за окно, открытое в пути. Второй вопрос. Вы поехали за счастье. Вы получили это счастье в Якутии? И третье. Какие проекты у вас, как режиссера, новые работы, есть? Я, конечно, планы хотелось бы слышать и в будущем встретиться. Спасибо огромное. Спасибо вам за вопрос, за теплые слова. Вы получили счастье. Я так скажу, потому что, ну, как бы, ну, вот, что с вами изменилось? Вот вы спрашивали, да? Так вот, честно говоря, что пускай еще, я стал по-другому смотреть на Москву или на жизнь, или на людей. Может, я немного толстокуре человек, я не знаю. Я ничего такого резкого сразу не заметил. Просто как прилетел, ну, и дальше я летал в своей жизни. И с зимы в Московскую, или там, в какой-нибудь там, в Восточную Азию, или там, в США. И думаешь, там другое. Там вода, в Азию, в другую сторону сливается. Ну, то есть, какие-то эти, ну, что подумаешь? И ты возвращаешься с новой жизни, потому что, не путайте туризм с эмиграцией, и так далее. Это разные вещи. Но, вот, счастье, это такое, конечно, очень вещь, она, во-первых, очень личная, и она так, между этими словами не схватит. Ну, она, я думаю, что, как, ну, нет счастья на земле, но есть покой и воля, да. Вот, я что-то там, наверное, понял. Но объяснить, что это, не хватает ни моего мозгового аппарата, ни речевого, даже, чтобы передать. Я думаю, что оно потом начинает происходить, тебе прорастать, что то, что ты, ну, везде, где ты был, с кем ты общался, не сразу начинает действовать, как лекарство, оно, как бы, с отложенным сроком действия. Мне кажется, все, что происходит со мной сейчас, наверное, в салоне, да, это, отчасти, в этом есть и Якутия, которая, как какой-то, ну, опять же, я говорю, клондайк, потому что в детстве много читал этого Джека Лондона, и про всю эту, и северную механику с Аляски, которая когда-то тоже была, она же территорией российского, вот это вот бегство куда-то, эскапизм, ну, за приключениями, которые был в советское время, где-то строят ряды, строят пам, и так далее, сейчас этого нету, было как бы неприлично сидеть в Москве, если ты здесь родился, потому что тебе нужно было туда, где, понимаешь, это странно, очень странно, но такой вот, я законченный, чудак, да, я гоняюсь, я гоняюсь за туманом, и вот это вот все вот это геологи, какие-то разведчики, это, оно как бы потом сошло, вся страна обратно оттуда стремится не совсем резиноваться в Москву, но я думаю, это как бы не навсегда, и люди поймут, что есть жизнь за пределами не только МКАДа и Московской области, которая теперь увеличивается благодаря действиям наших гражданачальников, еще до Калужской, но тем не менее, она есть и там, и ты, чем дальше ты отлетаешь от Москвы, ты летаешь, еще какой-нибудь Нижний Новгород, там чувствуется, они хотят быть немножечко как Москва, а вот летаешь на Красноярск, ты понимаешь, тут же другое, тут Ангара, тут, наверное, Москву, они клали, как-то, большой клалок, а отлетаешь, вот туда тоже, веку, ты понимаешь, что там, вот, ну, я не знаю, ощущение свободы, хотя ты стоишь там в middle of nowhere, что называется, в середине ничего, пустоты, ты представляешь, что в ближайшем город, в котором есть, я не знаю, соцсети, Wi-Fi, и там, и хотя бы, не знаю, несколько тысяч людей находятся на расстоянии, ну, не Москвы, но тоже двух-трех тысяч километров, потому что Якутия еще огромная территория, а Якутия находится приблизительно в центре этой пустоты, вот, то есть до ближайших, какие-то там, других городов Якутия нет, поэтому ближайший город не будет какой-нибудь город или в Иркутской области, или в Красноярской области, они сами не доезжают до каких-то городов, они не знают, там, за всю жизнь можно прожить в Якутске или быть там в какой-нибудь Меренке, там, или еще есть там самый северный, где минус 60, что касается будущих проектов, вот, вы спросили, могу сказать, что в апреле я еду в Якутию, оригинальный, у нас еще осталось, так случилось, если говорить о новом проекте, да, это уже поступило в предложение и оттуда, и, как бы, и отсюда, и, в общем, само собой как-то получилось, но возникла тема интересная, и я буду там снимать новое кино. У нас еще остался заключительный вопрос. Заключительный. Заключительный, да, потому что я думаю, что все остальные можно уже задать лично, не сцело. Давайте. Ребята, огромное вам спасибо, и, конечно, это не готовилось как заключительный вопрос, просто он был, вот я его и спрошу, и тогда постараюсь быть пока лучше. Так, я понимаю, что отдельно еще целая история была монтаж этой картины. Я понимаю, какое-то количество материала у вас был, и примерно, я даже представляю себе соотношение того, что осталось. Вопрос такой. Почему вы все-таки решили не вернуть героя домой? Вопрос интересный, спасибо. Я вот говорила всегда и говорю, это история нелинейная. Иногда задают вопрос, скажите, а вот он отдал деньги американке, или нет? Он же одолжил у нее. 50 тысяч, да, все-таки? Вот правда. Но я говорю, что эта история нелинейная. Он как бы попал в эту Якутию, это другое пространство, это другое мироощущение, миросозерцание, и он в ней растворился. Я к вам травой укрорасту, как в спальне ругарю. Это, кстати, хорошо так объяснять, а ты что деньги для нее биснил? Пойми, старинка, это нелинейная история. Это потом тебе воздастся. Вот так вот. Ну да, кстати, этот вопрос задал мне, сейчас скажу, кто, Владимир Иванович Татиненко, которому вручил там один из призов на одном фестивале международном, этому фильму, ну и сказала, а скажи, почему же он деньги все-таки не вернул, сука, ей? Ну да, да. Вот. Ну я сказала, понимаешь, старик, это нелинейная история. Нелинейная история, да. Это так тебе даже деньги на кино. Это магический реализм. Вот. Я что для себя поняла, честно говоря, после, вот как я изменилась. Я сейчас вот сидела, думала. Изменилась я таким образом, что я поняла, что наша огромная, огромная страна и наша огромная земля на самом деле не такая уж огромная. Потому что я встречала, встретила и там, и потом встречала разных людей, которые выросли в Якутии и там, которые работали когда-то в Якутии. я встречала их в разных местах мира. Вот недавно я была, здесь в Москве проходил один кинофестиваль, «Лучезарный ангел», он так называется, и там работал один человек-фотографом. А потом выяснилось, что он помощник жены Медведева, но просто его попросили поснимать. Ну, как бы, это Медведева устраивает этот фестиваль, супруга нашего, премьер-министра. Вот. И там работал, вот он говорит, понимаете, Светлана попросила меня просто поснимать немножко, я ее заместитель. Я говорю, «У вас кино про Якутию?» А я родился в Якутии. И вдруг начинается такой базар, такой, почти, каких-то совпадений. Или, допустим, было еще очень много интересных историй, кого я встречала. Я вот ребятам рассказывала на прошлом заседании. Вот. Ну, в общем, я встречала разных людей. Одного я встретила человека в Рио-де-Жанейро. Он был итальянец, который продавал картины, с которыми я начала торговаться за картину заодно. И сказала, «Слушай, я так хочу купить эту картину, а мы стояли на пляже Бакакамана, известном пляже этом, этом сам, на побережье океана. Я говорю, «Слушай, сейчас в Москве минус 28, а у вас плюс 28. Я хочу купить эту картину, ввести ее с собой. Ну, продай мне ее чуть-чуть дешевле». Он говорит, «У вас в Москве, а в Якутске, вдруг говорит он на чисто русском языке, минус 50». Я говорю, «Где?» Я ему сказала, «Сейчас я скажу с ума». Он говорит, «В Якутске». Я говорю, «Откуда вы знаете вообще про Якутск?» Я приехала в этот город показывать эту картину про Якутск, потому что прошла ее премьера. Он говорит, «Я итальянец, но я 20 лет работал, в Якутске и жил там. И мы стоим на этом пляже, и я разговариваю с этим итальянцем про Якутск. И я понимаю, что то ли я схожу с ума, то ли мир сходит с ума, то ли просто это вот одна большая земля и одна большая вообще, ну, наше человечество, мы все люди. И вдруг мы находим какие-то общие точки соприкосновения. И вот эту картину, которая продавалась за 500 долларов, дарит, и вот так вот узнав, что я только что сняла фильм про Якутск, про его, где он прожил 20 лет и колол лед на леде. А зовут его Пинченцо, и он итальянец. Вот такие бывают и там фозы вообще. И вот как-то Якутск, он расширил мои границы. Спасибо.